В последнее время, когда у нас действительно учебный процесс еще в самом разгаре, нашел возможность посетить наше мероприятие, наш вебинар. Тема нашего вебинара – реализация личностных, предметных и метапредметных результатов обучения посредством учебных пособий серии «Сферы 1.11» по обществу знанию для основной 6-9 класс и старшей 10-11 класса. Итак, меня зовут Лескова Татьяна Евгеньевна, и я являюсь одним из авторов этого пособия. Дорогие коллеги, вы знаете, для меня сегодня действительно поистине такой очень волнительный день, волнительный момент. Я держу в руках вот эти вот книжки замечательные, которые вы сейчас можете увидеть. Почему для меня это очень важный и очень непростой день? Во-первых, эти произведения, эта линейка для 6-11 класса – это результат очень длительной работы нашего авторского коллектива. Авторский коллектив, наверное, большинству из вас известен по рабочим тетрадям издательства «Просвещение курса общества знания». Это Ольга Алексеевна Котова, кандидат исторических наук, заместитель директора ФГБНУ ФИПИ по научно-методической работе. И я, Лескова Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБНУ ФИПИ. Вы знаете, мы с Ольгой Алексеевной работали над этими пособиями последние 8 лет. И вы знаете, вот то, что я сегодня действительно реально впервые всех так держу в руках, для меня это действительно очень важно, потому что мы очень много вложили души, сил, знаний. И мне очень хочется, чтобы эти учебные пособия нашли отклик у вас, чтобы вы тоже посмотрели, что, скажем так, там посмотрели и начали с ними работать. Потому что это действительно очень-очень длительная, кропотливая работа была проведена для того, чтобы получились такие очень красивые, яркие книжки. И действительно я сейчас вам расскажу о том, что это за пособия, какие идеи лежали в основе, какие концепции, скажем так, на чем мы основывались, что мы хотели сказать и как это можно использовать в нашей сегодняшней работе. Прежде всего я хочу сказать, что первое, наверное, что включает в себя учебно-методический комплекс. Это учебное пособие, рабочая программа, поурочные методические рекомендации, а также тетрадь-тренажер и тетрадь-экзаменоза. Я хочу сказать, что вот книги, пособия я уже держу в руках, поурочные методические рекомендации тоже уже готовы. Я видела, да, что они уже есть, подготовлены к печати. Вот, рабочая программа, насколько я понимаю, она есть именно в электронном виде, и тут уже издательство как-то решает вопрос, да, когда кто будет изъявить желание работать по этим пособиям. Тетрадь-тренажер и тетрадь-экзаменоза сейчас в работе. Значит, что объединяет все эти пособия? Прежде всего, это единая навигационная система, то есть те знаки, обозначения, ссылки на какие-то другие пособия, на интересные какие-то книги, на другие, скажем, части УНК. Все это единообразно для всей линейки. Кроме того, система заданий направлена на формирование универсальных учебных действий. То есть мы все понимаем, что мы уже готовы к переходу, да, полностью на ГОС, и наше, скажем так, учебное пособие, то есть учебный методический комплекс, он действительно работает на то, чтобы наши дети могли реализовать и освоить вот эти необходимые действия. Кроме того, это фиксированный формат. Я хочу сказать сразу, что, наверное, одна из самых таких сложных задач, которая стояла перед нами, как перед авторами, она заключалась именно в том, что это жестко фиксированный формат. То есть одна страница, один разворот, параграф, разворот. Вот, и там, где действительно у нас, особенно в старшей школе, и там, где достаточно объемная тема, мы уходили максимум, что было разрешено, это два разворота. То есть вполне фиксированный формат. Очень красочный иллюстративный ряд. Надо сказать, что работа над иллюстративным рядом, она действительно была одной из важнейших составляющих работы над учебным пособием в целом, потому что здесь нет просто так картинок, да, для украшения, скажем так. Это иллюстративный материал, который является самостоятельным источником информации, самостоятельным источником для ряда заданий. И каждый элемент здесь нет, ничего случайного в этом пособии. В учебном пособии все продумано, все работает компактно, сжато, четко, но все работает на главном деле, на обучение наших с вами дорогих учеников. Вот, ну и, конечно, актуальная информация. Ну, вы можете мне сказать, ну, Татьяна Евгеньевна, вы говорите, работали 9 лет, да, за 9 лет много информации перестало быть актуальной. Коллеги, да, действительно, работа шла 9 лет. Но, вы знаете, я вообще хочу сказать, вот отметить, поскольку я уже очень давно работаю, создайте там просвещение, вот, и, честно сказать, вот именно о еще, о тех людей, кто занимается вот этой линией сферы 1.11. То есть, понимаете, здесь мы постоянно на связи, постоянно, что называется, держим руку на пульсе. И все изменения, которые происходят, все требования, мы все это обязательно учитываем. Мы действительно постоянно актуализируем информацию, которая должна быть в учебнике для детей. Ну, вы понимаете, да, что у нас с вами предмет общества знания, и он действительно соответствует... То есть, то, что все, что происходит в обществе, должно находить отражение. И понятно, что цикл разработки, учебника подготовки, его выхода, и уже от момента написания до того, как окажется в руках у вас и у ваших детей, естественно, проходит много времени. Поэтому мы пытались тоже искать, знаете, свои какие-то ходы, выходы, методические различные приемы. Ну, тот, кто, как я уже говорила, наверное, работает с нашими тетрадями, знает, да, что один из таких традиционных методических приемов, классических для традиционных, наверное, для общества знаний и для наших посудов в частности, когда мы, приводя какую-то информацию, например, статистическую, да, предлагаем детям про анализию узнать, а что вот на данный момент, когда у вас в руках, когда вы изучаете этот предмет, что вы знаете об этом. Вы смотрите вот там-то и там-то информацию об этом, сравните, что изменилось. То есть мы постоянно, да, заставляем, скажем так, думать и сравнивать, и, скажем так, быть, что называется, в курсе актуальной информации, в курсе событий по обществу знаний. Для нашего предмета это, наверное, очень важно. И я думаю, что любой авторский коллектив, который работает над учебниками или над учебными пособиями по обществу знаний, он всегда, всегда, прежде всего, должен решать именно эту задачу. Это одна из, наверное, сложнейших задач, когда бы все было достаточно актуально. Итак, значит, коллеги, вот сейчас здесь вы видите на этом слайде два разворота. Да, работаем с учебниками. Значит, слева это работаем с учебниками для основной школы и здесь для старшей школы справа. Ну, я вам просто хотела показать, во-первых, да, что какие есть рубрики. Для начала ввести в курс какие есть рубрики. Вот, и показать действительно то превращение, которое происходит на стадии старшей школы по отношению к основной школе, при этом сохраняя необходимую преимственность. Ну, во-первых, понятно, что наш учебник всегда состоит из нескольких глав. И прежде всего, наверное, тоже, да, сейчас все-таки хочу акцентировать ваше внимание, что важно сказать. Вы знаете, ну, безусловно, возникает вопрос о том, что лежит в основе, да, какое содержание. Я более подробно представлю на следующих слайдах и расскажу, на что мы напирали, чтобы сейчас не возникло вопросов, да, значит, а что, собственно говоря, о самом содержании, когда я говорю о главах и разделах. Понятно, что вот так здесь совпало, что у нас в учебнике 6-го и, там, по-моему, где-то 10-го класса 4 главы. Ну, где-то их может быть меньше, где-то их может быть больше. Вот, естественно, каждая глава разделена на параграфы, да, традиционно, как я вам уже говорила, это либо один разворот, либо два разворота. Ну, безусловно, когда мы составали эти параграфы, мы понимали, что это не просто набор какой-то учебного текста, да, набор информации. Он должен постоянно работать на наши задачи. На задачи, прежде всего, конечно, и получения нашими учениками необходимых знаний и умений. И, конечно, наша цель, тот, кто знает мое выступление, знает, что я всегда не устаю говорить о том, что наша с вами главная цель, это не столько, не только, и даже совсем не подготовка к экзамену, чтобы взял и забыл, в отличие, может быть, от ряда предметов других, хотя, может быть, со мной эти предметники не согласятся и тоже будут правы, наш предмет, он прожит. И наш предмет, это предмет, который должен помочь нашему ученику, самое главное, социализироваться в обществе, в котором он живет. То есть наша главная цель, это социализация выпускника, социализация юного гражданина России, чтобы, когда он уже действительно вырос, чтобы он мог ориентироваться в происходящих процессах, событиях, быть компетентным в разных сферах знания и быть действительно, знать необходимые правовые знания, быть финансово грамотным, нравственным человеком. То есть вот эта наша цель, это вот такая. Итак, поэтому, возвращаясь к методическим задачам, смотрите, у нас рубрики такие вводные, но вы узнаете, то есть это, можно сказать, такой краткий план, да, то есть мы понимаем, что это такое. Это рубрика, естественно, вспомните, которая позволит повторить материал предыдущих уроков, актуализировать предыдущую информацию, сделать акценты на тех знаниях и умениях, которые необходимы для того, чтобы наиболее успешно освоить материал соответствующего параграфа. Ну, надо сказать, что основной текст, он достаточно кратко, чётко излагает основные идеи в соответствии с современными требованиями. И понятно, да, что кратко, чётко, ясно, это объяснимо по той простой причине, что один разворот, максимум два разворота здесь особо, скажем так, много не поразглагольствую. Вот, и есть интересные рубрики разные. Ну, во-первых, рубрика «Блокнот». Вот вы видите, да, её значок, и в основной школе, и в старшей школе это значок с такой скрепочкой. То есть он содержит какие-то интересные факты и другую дополнительную информацию. Значит, рубрика «Мои исследования общества», да, вот видите, да, с красным карандашиком, тоже есть и в основной, и в старшей школе. Эта рубрика, она, безусловно, очень важна, потому что, по сути дела, она учит наших детей, скажем так, анализировать, сравнивать, запоставлять в названных нами источниках информации, искать эту информацию. Мы бы сказали, что это работа на сформирование навыков проектной деятельности, да, потому что, ну, это действительно очень актуально, то есть мы даём какие-то, задания, рассказываем, скажем так, путь следования, предлагаем какой-то определённый алгоритм и объясняем, что мы ждём на выходе. Это очень действительно такая интересная, в мой взгляд, рубрика. Фокусе. Ну, в основном, в тексте параграфа есть рубрика «Фокусе», то есть делаются акценты на той информации, которую мы считаем главным, это какие-то определения ведущих понятий, идей, теоретических положений курса. То есть вот это то, что касается этой рубрики. Вы знаете, очень интересная рубрика «Знакомимся с законом». Вот, здесь она есть, она, естественно, присутствует у нас и в основном, и в старшей школе, причём здесь она присутствует у нас не только, естественно, в правовых разделах, но и в тех разделах, которые посвящены вопросам, которые также находятся в сфере правового регулирования. Да, например, это вопросы образования, это вопросы положения религии в нашем государстве, это всевозможные другие законы и нормативно-правовые акты, которые регулируют нашу повседневную жизнь в самых разных её сферах. Хочу сразу сказать, вы знаете, вот в основной школе у нас эта рубрика, она именно как фрагменты, да, то есть мы называем закон и говорим, вот буквально приводим цитаты из каких-то фрагментов, извлечения, извините, не цитаты, конечно, извлечения из основных нормативных правовых актов по той проблеме, которая рассматривается в параграфе. Вот в старшей школе мы пошли уже немножко другим путём, потому что мы с вами понимаем, что наш старшеклассник, который действительно занимается серьёзно обществознанием, это всё-таки, во-первых, выпускник школы, который ориентирован на, допустим, дальнейшее поступление в ВУЗ, там, где необходимо сдавать, где засчитывается результат ЕГЭ по обществознанию. И даже если это школьник, которому не предстоит в будущем сдавать наш ЕГЭ по обществознанию, он, тем не менее, естественно, это гражданин России, и он должен понимать для его социализации, да, вот то, о чём я вам говорила, ему просто необходимо понимать, какие есть законы, какие отношения они регулируют. И поэтому здесь с учётом, скажем так, того, что могут быть какие-то изменения, вопросы, мы даём ссылку на закон и просим детей по соответствующим статьям найти ответы на вопросы. То есть здесь уже я бы сказала так, если в основной школе эта рубрика используется скорее, как, знаете, такой вот, при объяснительной иллюстративном методе, как наглядный материал, как подтверждение мысли учителя, да, как закрепление того, что он говорит, и то, что наши дети прочитают, то здесь, в старшей школе, рубрика «Знакомимся с законом» – это уже такой полноправный элемент, скажем так, который работает на нашу главную цель – это социализация школьника и, естественно, формирование навыков, умений, работа с текстом, поиска необходимой информации, делать аргументированные выводы. То есть всё то, что необходимо, во-первых, и для жизни, и, естественно, соответственно, для нашего экзамена. Ну, мудрые мысли – это действительно очень важно, причём я хочу сказать, что при работе с этой рубрикой, при подготовке, значит, этой рубрики мы уделяли большое внимание на то, чтобы это были действительно и какие-то современные, не только увлечения наши, так скажем, древними мыслителями, безусловно, которые внесли огромный вклад в сокровищницу человеческой мудрости, да, всемирной мудрости. Ну, и здесь, безусловно, есть какие-то интересные современные, высказаны, значит, современных, наших современников. То есть для того, чтобы действительно, понимаете, вот опыт мой работы, да, вообще и со школьниками, и анализа материалов вообще, потом результатов различных исследований, в которых я принимаю участие, он показывает, что всё-таки, когда о том же самом говорит человек, который вот живёт здесь и сейчас, и который сейчас он достаточно, скажем так, популярен, авторитетен, то это очень важно, и это повышает интерес. Мы постарались, в общем-то, как бы, знаете, умело сочетать и мыслителей древней Греции, исторических деятелей прошлого и современности. Значит, дальше, вот вы видите, в старшей школе у нас с вами появляются две таких рубрики из истории науки и мир профессий. Вы знаете, нам показалось, что это будет достаточно очень интересно. Сразу скажу, что это, ну, такие рубрики тоже очень активны, которые, скажем так, не просто какую-то вот информацию, да, нам там сообщают, вот, о чем он сделал там то-то, вот, или тогда-то было какое-то открытие. То есть здесь мы, опять же, поскольку, понимаете, ведь перед нами самая сложная, да, какая задача, как я уже говорила, чёткий формат, фиксированный. Один разворот или два разворота. Первая какая проблема? Первая это, чтобы кратко изложить основные идеи, да, не уходя в какие-то тонкости, частности, второстепенности. Но чтобы чётко, вот, ребёнок, прочитав вот этот разворот, да, он имел чёткое представление, ясное, по проблеме, теме, который посвящён соответствующий параграф и соответствующий глава данного учебного пособия. Вот. И при этом максимальная нагрузка ложится на наши рубрики. Да? Что-то у нас. У меня... А, всё, наверное, потому что я долго не... Извините, потому что у меня исчезло изображение, да. То есть основная работа ложится на наши рубрики, чтобы они действительно максимально выполняли задачу. То есть вот это вот пространство, да, чтобы оно было не просто текст с картинками, какими-то там непонятными схемами, а чтобы каждый элемент работал. Каждый элемент работал на познавательную деятельность школьницкой, на развитие навыков самостоятельной его деятельности. И вот действительно из истории науки мы предлагаем там какие-то... Поискать, может быть, какую-то информацию о каком-то открытии, да, подготовить сообщения об учёных. Там предлагаем познакомиться с какими-то концепциями, сдаём по ним вопросы, даём задания. То есть чтобы, ну, действительно шла актуальная, активная работа. Ну и вот мир профессии. Мы тоже очень с Ольгой Алексеевной долго думали над этой рубрикой. Вот, и нам показалось, что мы вот свою задумку, задумку, которую мы хотели воплотить, нам показалось, что вот мы её реализовали. Ну, естественно, судить вам о том, насколько это получилось, но вот у нас есть, знаете, такое вот всегда очень важно, какое-то внутреннее чувство удовлетворённости, да. И вот мы долго думали об этой рубрике, как её вводить. Вот, и, скажем так, мы пошли, знаете, по такому принципу профессии, которые требуют действительно серьёзного гуманитарного знания. Ну и, безусловно, там, где у нас речь идёт о будущем, естественно, это профессии будущего. И, конечно же, те профессии, которые будут актуальны. Актуальны, ну, по современным прогнозам, да. И в то же время мы делили более широко, да, таким аспектам. То есть у нас здесь идёт речь и о профессиях инженерно-технических, которые, может быть, непосредственно, так вот, как, например, для, там, ярко-гуманитарных, там не требуется такое знание. Но мы, тем не менее, говорим о том, что, в принципе, те знания, которые закладывает общество знаний, они необходимы человеку любой профессии. И там мы тоже предлагаем краткое описание профессии и даём задания, которые заставят наших детей подумать, поразмышлять над теми или иными профессиями, над их особенностями, над тем, какие, может быть, нравственные качества, с их точки зрения, необходимы для того, чтобы хорошо освоить эту профессию, какие знания, каких предметов. То есть у нас действительно очень такая интересная, как нам показалось, рабочая. И мы будем надеяться, что работающая рубрика получилась. Ну, в конце каждого параграфа это вопросы и задания. Сразу хочу сказать, что весь методический аппарат, он, да, весь, как я уже говорила, все эти рубрики, которые я перечислила, они в той или иной мере работают как задания. И поэтому в связи, опять же, с проблемой фиксированного формата, может быть, такие большие, яркие, интересные задания, с которыми вы знакомы, если вы работаете по нашим тетрадям, они у нас, конечно, тоже будут все в других компонентах учебно-методического комплекса. Вот здесь, что, как я уже говорила, это вопросы и задания, как бы позволяют нам оценить свой личный уровень, как вот мы освоили урок. Мы не имеем в виду, когда нас училить. И последняя страница каждой главы содержит рубрики «Подведем итоги», «Вопросы для обсуждения» и «Подробнее». Ну и подведем итоги, как бы важные идеи курса, мы даем им объяснение, обоснование. «Вопросы для обсуждения» носят, как правило, проблемный характер, то есть мы ставим какие-то такие проблемные, интересные вопросы по тексту соответствующей главы. Ну и подробнее это перечень литературы, сайтов, на которые дети могут обратиться для того, чтобы получить информацию. Хочу сказать, что это тоже очень сложная работа, потому что действительно я думаю, что я не открою для вас здесь ничего такого нового, когда вы поймете, что у нас очень мало научно-такой методической литературы для школьников дополнительной по предмету. Да, то есть вот это действительно, мне кажется, ну такой, наверное, на сегодняшний день пробел, который я надеюсь, что издательство будет как-то решать, да, подходить к этой проблеме, потому что это действительно, пока в основном это действительно какие-то интересные, может быть, книжки, иногда это ссылки даже на какие-то художественные произведения, там, где вот можем мы почувствовать, да, какую-то особенность эпохи и так далее. То есть это вот все действительно есть. Ну вот это тоже, как я говорила, один из таких самых сложных моментов работы, это подбор того, что же нашим детям еще почитать. Ну, и говоря уже о том, да, чтобы они это действительно почитали. Вы тоже меня прекрасно понимаете, это наша проблема. Значит, коллеги, ну давайте, значит, сейчас, пока вы посмотрите вот этот вот первый слайд, собственно, вот как выглядят учебники общества знания 6-9 класс. Ну, значит, для начала давайте я все-таки вот скажу то, о чем я обещала. Ну, вы понимаете, что за те долгие годы нашей работы над пособиями, соответственно, актуально, свою актуальность сохраняла и продолжает сохранять до сегодняшнего дня вопрос о наполнении, о содержании. Я хочу сказать сразу, что после того, как одобрена была учебно-методическим советом примерная основная образовательная программа сначала для основной школы, а потом для старшей, то есть мы исходили именно из содержания этой программы. То есть, если вы мне задаете вопрос, содержание соответствует программе основной образовательной, да, примерной основной образовательной программе для основной школы и примерной основной образовательной программы для старшей школы. Да, я вам говорю, соответствие. То есть мы писали уже, писали, потом дорабатывали под эту программу, просто чтобы сразу снять этот вопрос. Ну и безусловно, что за основу мы брали программу, а так это результаты исследований, научный аппарат, адаптированный естественно к познавательно-возрастным возможностям учащихся в основной школе, комплекс общественных наук. Это, безусловно, как всегда у нас философия, социология, экономика, политология, правоведение, этика, социальная... Ну в общем-то традиционный для нас с вами уже набор, комплекс наук, на который мы выбираемся. Помните, мы же всегда говорим о том, что у нас курс интегративный и действительно мы постарались максимально вот эту идею интеграции сохранить и реализовать в наших учебных пособиях. Итак, значит, особое значение, конечно, уделяется раскрытию теоретических понятий, понятий теоретических положений. Причем здесь, в этом курсе, в основной школе, с учетом того, мы с вами помним, что у нас особенность такая, что мы здесь как бы не даем таких строгих научных понятий, строгих каких-то конструкций. Все-таки у нас здесь интерес детей, скажем так, привлечения интерес и большой акцент на их привлечении, их личного социального опыта, их социальных наблюдений. И также уже каких-то сложившихся правилах, представлениях о правилах и моделях социального поведения. То есть, по сути дела, здесь мы, скажем так, опираемся на те знания, которые у них есть, мы стараемся обобщить их до уровня теоретических положений понятий, опять же, не каких-то таких строго научных, строго соответствующих каких-то жестких определений. Понимаете, я думаю, что здесь наша самая главная задача, о которой мы говорили, это то, чтобы дети понимали, скажем так, все, что они изучают, я не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, да, коллеги, но мне кажется, что в основной школе самая основная наша задача – это подготовить нашего ребенка к пониманию того, что все, что происходит в жизни, и все, что он изучает на нашем, на уроках по нашему предмету, это не разорванные какие-то вещи, да, а это единство. Понимаете, то есть, вот он увидит, да, вот, допустим, он там общается с друзьями, ну, например, да, и вот он видит, да, что, значит, вот кто-то более там серьезный, ответственный, кто-то более легкомысленный, да, значит, вот кому-то надо 10 раз там о чем-то напомнить, а кто-то все сразу понимает. Кто-то, значит, более ранимый, кто-то более сильный, да, одному сделать, то есть, понимаете, и мы ему рассказываем о том, как на уроках по индивидуальность, личность, да, по биосоциальной природе человека, мы рассказываем о том, что вот есть такой темперамент, вот ты замечал, да, что там Маша такая-то, там Апетя такой-то, вот это темперамент, да, но тем не менее, значит, человек должен в процессе формирования его личности, происходит формирование черт характера, который как бы позволяет сдерживать, может быть, даже где-то свои проявления, которые нужно сдерживать, ну, то есть, вы понимаете, да, развивает способности и так далее, то есть, мы вот опираемся здесь вот акцент именно опору на опыт, который есть и личное наблюдение, то есть, чтобы он подходил к пониманию того, что это важно, чтобы он понимал, что ничто просто так не происходит, ничто он просто так, то есть, формирование еще и интереса к крипету, вот, то есть, здесь для меня вот очень важна была именно такая задача, и сама, когда я работала учителем, я всегда тоже на это обращала, обращала внимание, но вы знаете, да, что всего определенных обстоятельств последние несколько лет я просто не могу, это не совсем этично, да, было бы мне работать в школе, но вот, действительно, вот, я так всегда видела задачу общества знания в основной школе, вот, ну, и, конечно, это акцент на развитии самостоятельности, самоорганизации учащихся, то есть, помочь ему самому ориентироваться, то есть, там, понимать, давать оценку каких-то различных источников, которые связаны с жизнью общества, да, которые, это пресса, научная, художественная литература, какие-то бытовые ощущения, поступки, то есть, все вот это вот как один из важнейших источников информации. Ну, как я уже говорила, учебные пособия — это большое количество крафточных схем, иллюстраций, которые обладают достаточно высокой информативностью и призваны способствовать лучшему усвоению тем. Вот, и, безусловно, что мы всячески, понятно, да, что курс, его целевая направленность, как я уже говорила, это задача социализации, а представить себе социализацию без формирования вообще гражданской российской идентичности, формирования патриотических чувств, толерантности, социальной ответственности просто невозможно, да, поэтому мы, действительно, вот, в целом наш курс именно направлен на формирование таких важных социальных качеств, да, приверженность ценностям, которые закреплены в Конституции Российской Федерации, в форме самостоятельности. То есть, вот, у нас, мы, действительно, стараемся, чтобы у нас эта идея очень четко прослеживалась, ну, во-первых, потому что это сам курс об обществе, да, и все-таки, все-таки мы стараемся равномерно говорить и о ценностях, скажем так, об общих подходах, которые свойственны для общества в целом, ну, и, безусловно, рассматриваем много тем на российском материале, да, и посвящаем именно обществу, российскому обществу, потому что наша задача, чтобы наш ребенок все-таки социализировался в обществе, в котором он живет. Ну, коллеги, безусловно, да, вы уже поняли, что это основная, конечно, моя задача, основная моя идея всегда и нашего авторского коллектива, это работа на социализацию школьников, формирование общегражданской российской идентичности и необходимых качеств молодого, гладчества гражданина Российской Федерации. Ну, я была бы, наверное, вы бы там со смешкой поговорили, если бы я не сказала о том, что мы с вами стоим сейчас в такой непростой ситуации, да, когда мы знаем, что у нас есть основной государственный экзамен, и его, это здорово, что он у нас есть, я, вы знаете, тоже имею причастность к этому процессу, но проблема в том, что если мы с вами всегда переживали, что у нас единый госэкзамен, выбирают все, кому не лень, да, наряду с теми детьми, которые действительно серьезно готовятся к предмету, интересуются общество знаний, дети, которые думают, ну, это наша с вами вечная беда, педагоги, да, общество веда, вы знаете, мы постоянно на встречах всегда говорим, но у нас всегда приходят те, кто думает, что общество знаний он сдаст обязательно, да, это же там не какой-то другой предмет, что-то он точно свою там минимальную границу преодолеет. И вот та проблема, о которой я говорю, констатация факта, да, что у нас есть основной экзамен, который тоже выбирает еще в большем количестве девятиклассники, еще больше их доля, да, чем выбирает ЕГЭ, и еще больше доля тех, кто выбирает его просто потому, что им надо сдать, кроме там русского математики, еще экзамены. И они, большинство, делают свой выбор на общество знаний, останавливают свой выбор на общество знаний. Ну, вы знаете, это было бы здорово, да, для нас с вами, наверное, если бы такой их выбор был настолько осознанным, и это повышало бы их интерес к предмету, чтобы они действительно хотели его выучить. Но, к сожалению, вот эта вот проблема, которую я обозначила выше, и если бы я о ней не сказала, именно это бы, наверное, вызвало бы у вас какое-то такое неприятие того, что я говорю, у нас выбирают просто потому, что им кажется, что они это сдадут. И я знаю, что вот сейчас у нас май, и у нас не за горами ОГЭ, и каждый из вас, вот, наверное, сидит и думает, вот наверняка есть те, кто, в общем-то, лучше бы они не сдавали этот предмет, потому что они его не смогут сдать, потому что не готовились. Так вот, коллеги, для чего такое вот мое дниное и немножко витиеватое объяснение? Я просто хотела вам сказать, что сама структура этого пособия, наглядность, логика, системность подачи учебного материала, они действительно призваны обеспечить успешную подготовку к сдаче основного государственного экзамена ОГЭ. То есть, понимаете, на сегодняшний день, ну, понятно, что сейчас уже, я не говорю ни о тех, кто вот сейчас через некоторое время, да, будет сдавать, хотя вполне вероятно, что как вот для повторения, для повторения тем детям, которые хорошо занимались, да, чтобы, знаете, четко, 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 кратко все систематизировать при подготовке, уже сейчас эти пособия действительно подойдут. Но если мы говорим с вами о перспективе работы, я имею в виду, то есть уже можно пользоваться, что называется, начинать там сегодня, завтра и так далее. Но что касается перспективы, то я действительно говорю о том, что эти учебные пособия, они очень хорошо могут быть на данном этапе, вами используются как вот действительно материалы для систематизации и для, ну, извините, такое слово, да, для подтягивания, для дотягивания наших выпускников, девятиклассников потенциально, которые у нас, которых мы не ждем больших никаких, да, значит, шедевров. Вот мы хотим просто, чтобы они у нас дали этот предмет, и чтобы были спокойны они сами, спокойны родители, спокойна наша с вами совесть, и чтобы нам никто не предъявлял претензии, что у нас кто-то не преодолел минимальную границу, там получил двойку, да, полгой. То есть вот эти пособия очень подходят, потому что действительно четкость, системность изложения. Итак, коллеги, следующее, я просто вот здесь пойдет шестой, шестой, девятый класс, у перечисления учебников, у перечисления тем, я не буду дублировать, вы посмотрите на картинках, я просто вам хочу сказать, та идея, которой мы придерживались, да. Ведь вы понимаете, что, в принципе, мы благодаря примерной образовательной, основной образовательной программе, мы знаем, что у нас должно быть на выходе, да, то есть мы знаем, чему мы должны научить детей. Но вы знаете, что одна из, наверное, таких сложностей и трудностей, это связано с тем, что распределение содержания по годам обучения. И по какому принципу пошли мы? Мы исходили из такой задачи. Тем более, в общем-то, когда уже была, скажем так, корректировка содержания, она же, я уже говорила, что мы актуализируем информацию, она у нас все-таки проходила уже в условиях того, когда более активно заговорили о всероссийских проверочных работах по обществу знаний для шестого класса. И я знаю, что многие коллеги были действительно с такой растерянностью, да. Потому что кто-то, ну мы знаем по базовому учебному плану, в основном с шестого класса идет изучение, да. Кто-то изучает в пятом классе. И действительно, в силу особенностей возраста, в силу особенностей преподавания, в силу особенностей построения учебного плана, Мы в каждой школе говорим о том, что действительно сложности какие-то есть. Тем более у нас есть курс окружающего мира, и пятый класс у нас как бы образуется в большинстве своем какой-то провал, пробел. И поэтому у нас шестой класс, он выполняет, знаете, задачу такую преподаватическую. И в то же самое время, когда мы компоновали материалы, мы понимали, что вот эта вот задача в то же самое время подготовки наших шестиклассников к такому итоговому какому-то тестированию, итоговой проверке знаний на всероссийском уровне тоже, в общем-то, она очень сохраняет свою актуальность. То есть мы пошли в это, прежде всего, конечно, рассказ о человеке, его особенности, да, там где-то на уровне именно для шестого класса. Не так, как мы об этом будем говорить в десятом, в одиннадцатом. Это сфера общественной жизни. Здесь как развивается общество, типы общества, современное общество, глобальные проблемы, потому что обо всем об этом дети в шестом классе уже не раз и слышали, и говорили. Здесь вот как раз, я бы сказала, что в шестом классе основной акцент делается на обобщении тех вот их знаний, наблюдений, которые возникли у них уже в процессе жизни, в процессе изучения там предмета окружающий мир, других предметов школьных. Вот. Ну и современное российское общество, о его особенностях тоже поговорили. Потом дальше мы исходили из того, что, в общем-то, семиклассники, здесь мы сделали акцент на регулировании поведения людей в обществе, да, то есть мы там как бы рассказали, ну, как логично, да, что такое человек, что такое общество, какие особенности современного российского общества, как оно развивается. И дальше мы говорим, что же регулирует жизнь людей в обществе. То есть здесь идет более широко, я бы это назвала, наверное, так, социальная норма, вот, и в то же самое время здесь наряду с такими моральными нормами большой акцент сделан на права человека и на правовой норме. Вы знаете, коллеги, у нас, ну, достаточно долго шла дискуссия, ведется, когда давать правовой блок, да, то есть кто-то говорит, что там надо в старом, уже, скажем, девятом классе, когда дети вполне уже осознанно к всему подходят. Вот мы все-таки сторонники того, чтобы к тому моменту, когда ребенка исполняется 14 лет, 14 лет, да, достижением этого возраста, чтобы он уже понимал о том, что есть, скажем так, и виды определенных, что есть определенные его поступки, которые уже могут быть расценены как правонарушения, да, и чтобы он уже, ну, что называется, был подготовленный к тому, что за какие-то, может быть, его вещи, которые в 12 лет, 13 кажутся шалостями, уже может наступить ответственность. Ну, коллеги, это, еще раз я говорю, это тема дискуссионная, она постоянно действительно обсуждается, и вот на наш взгляд, опять же, я еще раз хочу сказать, что здесь не право как право, да, мы говорим о каких-то моментах, об особенностях именно правового регулирования жизни человека. То есть это то, чтобы мы понимали, что ребенок, уходя из школы основной, да, он знает, какие есть нормы, какие регулирует, и, по крайней мере, понимает, какие отношения, чем регулируется. Еще, вы знаете, здесь есть такой момент, что и многие дети, ну, да, совмещают труд и учебу, начиная с 14 лет. Я знаю, что в регионах очень, ну, действительно, такая, учителя говорят о том, что очень много детей увеличивается в сравнении с предыдущими годами, дети, которые ищут заработок. Поэтому мы считаем, вот это наша позиция, это не тема сейчас там, да, например, может быть, для какой-то дискуссии, просто я вам рассказываю, из чего мы исходили. И, опять же, мы попытались изложить это доступным, понятным языком с учетом познавательных возрастных возможностей. То есть вот так, да, пока у нас, как вы знаете, мы можем в рамках примерной основной образовательной программы, мы, в общем-то, можем распланировать содержание так, как получается. Ну, и дальше, значит, восьмой класс у нас это мир экономики человека в экономических отношениях, безусловно, с важным акцентом на формировании необходимых элементов финансовой грамотности, мир социальных отношений. И дальше мы выходим уже на политическую жизнь общества в девятом классе, да, и российское государство. Здесь мы более подробно изучаем Конституцию Российской Федерации, основы конституционного строя, федеративного строя, и, собственно, работаем с Конституцией Российской Федерации. Ну, и, безусловно, дальше завершает это все культурно-информационная среда, тема такая общественной жизни, то есть мы говорим о духовной культуре современного общества, рассматривая самые разные формы, условия. Ну, и, конечно, человек в меняющемся обществе, то есть те проблемы актуальные, межсовременных профессий, образ жизни и здоровья. То есть наша задача такая, чтобы наш выпускник основной школы, да, к моменту выхода из школы имел все необходимое знание для того, чтобы быть успешно социализированным в обществе и иметь знание об этом самом обществе. Значит, ну вот, коллеги, я здесь просто показываю такие картинки, да, сейчас пойдут иллюстрации, вот как выглядит титульный лист главы. То есть вот из разных, да, у нас учебных пособий. Глава, название, темы, которые перечисляются, какие-то параграфы, и обязательно есть какая-то основная идея, основная мысль курса. Как вы можете видеть, что здесь у нас мы действительно отдаем то, о чем я вам говорила, да, мы говорим о том, что это и современные политические, общественные деятели, государственные деятели. И это, цитаты могут быть из великих мыслителей прошлых лет. То есть это действительно у нас, мы стараемся этого придерживаться. То есть это как бы то, что отражает вот основную идею с нашей точки зрения по каждой из глав. Значит, ну, коллеги, вот я вам даю здесь, показываю картиночку разворота, да, то есть чтобы вот вы видели, как это все у нас есть. Вот у нас вводные рубрики, да, по теме, что вы узнаете. Есть как некая преамбула, основной текст, есть фокус, о котором вот я говорила, да, где мы основное акцентируем внимание, фокус на какой-то мысли. Значит, иллюстрации как самостоятельный источник информации, вопросы и задания. То есть вот видите, то, что я говорила, четко, ясно, ярко, красочно и действительно все при ближайшем рассмотрении. Вы поймете, что и проблемы, которые здесь у нас, скажем так, рассматриваются, они действительно, даже вот видите, иллюстрации, меньше покорки. То есть проблемы экологические. Мы, как я уже говорила, весь аппарат, единое, составляет целый весь параграф. Это как самостоятельная такая мощная методическая единица. Вот, ну и, соответственно, вы узнаете эту задачу урока. То есть здесь я показываю, как могут работать у нас, какие задачи решают те или иные вот эти рубрики. Да, значит, это может быть рассмотрено, вы узнаете это, как задачи, которые стоят перед уроком, можно использовать мотивацию к уроку. Это могут быть как мудрые мысли, так и та преамбула, о которой мы говорили. То есть мотивация к изучению тех проблем, о которых идет речь. Ну, основной текст, фокус, это всегда главная мысль, да, то есть то, к формированию каких идей мыслей мы должны подвести наших учеников в процессе изучения. Мои исследования общества, это применение знаний на практике, дополнительная информация, она тоже позволяет где-то расширить кругозор, где-то может быть использована как для задания, для поиска дальнейшей там информации, более подробной конкретизации. Ну, и вопросы, задания подводят итоги урока. Значит, коллеги, смотрите, ну, то, что уже касается общества знания в пособии 10-11 класс, я не буду, естественно, акцентировать опять внимание, подробно рассказывать, а выясню только то, что его задача, опять же, продолжение этой самой социализации наших учеников, да, к тому же, это подготовить к изучению общественных дисциплин и профессиональных учебных заведениях любого профиля, безусловно, сохранение преемственности в оформлении, о чем я вам уже говорила, выше, с основной школой, вот, ну, плюс в учебных пособиях для старшей школы созданы новые сопровождающие рубрики-параграфы. Вот те, о них я тоже вам рассказывала. Выше это мир профессий, наука, вот, и, конечно, коллеги, естественно, да, при всем при том, что наша цель такая, я все-таки хочу сказать о том, что это учебное пособие, вот, я здесь по ходу видела, да, что возник вопрос о федеральном перечне. Но вы знаете, что у нас не было пока еще обновления федерального перечня, да, и мы поэтому те учебные учебники, которые есть, мы потому с ними вами работаем, то есть мы ждем, что у нас будет на следующий год. Но именно поэтому на сегодняшний день мы говорим о книгах, вот этих, о которых я вам рассказываю, именно как об учебных пособиях, не как учебниках, да, а пока только как об учебных пособиях, которые могут быть дополнительным источником для работы с учеников. И вот именно сейчас в этой ситуации, пока мы не говорим о федеральном перечне, да, мы говорим о том, что это можно действительно организовать хорошую работу, особенно вот сейчас, да, с 10-11 классникам для систематизации знаний, полученных при изучении предмета в целом, и для того, чтобы обеспечить успешную систематизацию и подготовку наших выпускников к сдаче единого государственного экзамена. Ну, вы понимаете, да, при всем при том, что, на мой взгляд, ну, можно по-разному, да, относиться к этой ситуации, что нас выбирает много, но я уже говорила в отношении основного государственного экзамена, да, свою позицию, но вы понимаете, мне бы хотелось, ну, как, наверное, большинство из вас, чтобы наш предмет любили, ценили и им занимались не потому, что им в конце предстоит по нему сдать экзамен, а просто потому, что это интересный действительно предмет, это предмет о жизни, предмет, который необходим детям, чтобы они вот осознали важность, связь его с жизнью, но все-таки мы с вами реалисты, да, нам никто не мешает мечтать и ставить это как какую-то такую сверхцель, чтобы все дети, которые изучают наш предмет, его действительно любили, ценили, занимались им потому, что он интересен и понимали его нужность. Ну, это такая, наверное, все-таки утопическая немножко идея, но есть будни, есть реалии, есть необходимость помочь нашим детям хорошо подготовиться, систематизировав полученные знания. Вот, ОГЭ это основная школа и КГЭ это старшая школа, и вот с этой точки зрения эти посуды, они действительно хорошо работают, потому что наглядно, логично, системность подачи материала и, безусловно, рубрики позволяют формировать навыки, которые необходимы для того, чтобы успешно выполнять задания, как, естественно, основной, как задания первой части, которая проверяет, да, различные умения, так и задания, безусловно, второй части, то есть там и работа с документами, и умение формулировать, аргументировать собственные точки зрения. То есть вот просто, чтобы вот мой подход такой к этому. Коллеги, ну, в 10-11 класс вы тоже знаете, что тоже проблема у нас, ну, вот это я бы сказала так, что это не проблема, а, наверное, это вот актуальный вопрос, который мы все ждем. Вот, и вы ждете, как учителя, да, и мы, как и авторы посуды, и в то же время разработчики контрольных, обновительных материалов, мы тоже ждем решения этой проблемы. Очень бы хотелось, чтобы было какое-то распределение по годам обучения, да. В 10-11 тоже это вечная наша проблема, знаете, да, там 10 и 11 класс, когда мы будем изучать экономику, когда будем изучать право. По одним изучаем в одном, в 10 классе экономику, кто-то в 11 классе, и потом возникают какие-то даже проблемы, я знаю, в субъектах Российской Федерации, при проведении таких региональных проверочных работ, да, диагностических, когда начинается, ой, вот, а мы изучаем там сейчас экономику, а вы нам дали по праву. То есть вот эта проблема, она даже не столько проблема, она просто требует какого-то конкретного решения. На сегодняшний день, на сегодняшний день, да, мы пока ориентируемся на вот такое видение, пока нет четкой границы, в каком классе что будет изучаться. Мы ждем решения этой проблемы все вместе, а у нас вот это представлено так, то есть мы в 10-м человек, общество и социальные отношения, и дальше изучаем вопросы экономики, микро- и макроэкономики. В 11 классе, соответственно, у нас идет политика, право, и все завершается темой общества, как динамичной системы, то есть, соответственно, вот те проблемы. Ну, вы знаете, мы тоже, да, очень интересно бывало, мы здесь попытались учесть предложения наших коллег, большое спасибо всем тем, кто, значит, писал, давал совет, они говорили о том, что, вот смотрите, у нас обычно общество, и его особенности, да, типы, они у нас, как правило, наговориантность дается в самом начале. И, то есть, получается, что мы, например, детям, да, вот даем там черты индустриального, там, традиционного, индустриального, постиндустриального, а у нас есть такие термины, там, например, глобализация, демократия, рыночная экономика, командная экономика, авторитарный режим, там, тоталитарный режим. То есть, у нас это все мы даем, как бы, они должны эти слова услышать, да, а само содержание мы проходим все, там, основную школу и всю старшую школу. Именно поэтому, вот у нас всегда, и в основной, и в старшей школе, все-таки эта тема по обществу, она идет как завершающая, чтобы уже была возможность, в общем-то, систематизировать знания, полученные в ходе изучения курса. Ну, вот, коллеги, я здесь просто вам тоже представила такой разворот из старшей школы. Вот вы видите, здесь у нас, ну, на виду с традиционными рубриками появляется уже, я говорю, и биография ученых, да, чтобы люди знали, кто работал в разных направлениях, в разных науках, знали, знали имена наших русских ученых, гордились ими. Потом из истории науки мы предлагаем задание, подобрать информацию, там, сделать презентацию. Мои исследования, о которых обществе я говорила. И вот видите, здесь мир профессий. Мы немножко рассказываем о профессии и дальше предлагаем дать, в данном случае, там, объяснить различия методов, применяемых для помощи своим клиентам, психоаналитикам, психологам. То есть используя дополнительные источники информации. То есть, понимаете, вот мы, вот я на этом развороте остановлюсь не случайно. Вот, коллеги, смотрите, я вам только что говорила о том, что само по себе учебное пособие выполняет важную миссию, да, для того, чтобы, вот, что мы хотим, чтобы наши дети полюбили наш курс, поняли его важность, и это помогло им в жизни. И опять же, мы возвращаемся к нашей задаче актуальной, да, это подготовка к экзамену. Мы не можем об этом говорить. Вот, понимаете, я считаю, что вот этот вот учебник, он идеально позволяет организовать дифференцированный подход. Учебное пособие, извините, да, дифференцированный подход. Вот смотрите, вот у вас есть ваш какой-то там несчастный ученик, который выбрал это общество знания наше любимое, потому что он знает, что тут он что-нибудь донапил, ну, кажется, да, что он что-нибудь донапишет, в то время как, если он выберет другой предмет, ему это не надо. Или вот он выбрал босс, ему надо, и там, знаете, самое такое, ну, минимальное количество баллов, но очень высокое, которое ему нужно. Вот он у нас, ему вполне достаточно изучить, это просто здесь, ну, два разворота у нас, да, у нас там следующий разворот, по-моему, тоже по этой теме, да, вот он как раз представлен, просто чтобы вы не подумали, что у нас нет вопроса по заданию, да. То есть что достаточно этому нашему ученику? Ему достаточно прочитать вот все то, что у нас вот в Ариоле, да, основного содержания, посмотреть на схемы, которые там есть, и вот здесь все изучить, на схемы, агенты, так, и ответить на вопросы. Все, нашему с вами вот этому ребенку вполне достаточно, и мы можем его этим занять, и можем его по этому проверить. То есть ему это поможет при вот такой показатке. Если же это речь идет о думающем ученике, по-настоящему думающему, и по-настоящему интересующемся нашим предметом, вот он работает со всеми рубриками, он узнает об известных ученых, да, он узнает о социально-гуманитарных науках, это, кстати, тоже у нас такой обязательный элемент практически каждому. В параграфе у нас есть информация о социально-гуманитарных науках, чтобы дети хотя бы понимали, где применимо знание вот из общества знаний, а не только там вот как юрист и экономист, да, как у нас есть такое, есть такое представление детей. Мы знакомим их с миром профессии дальше. Из истории науки нам не обязательно того же нашего с вами ученика, который никогда этого делать не будет, но ребенок, который с интересом относится к обществу знаний, который интересуется предметом, и который в перспективе мечтает, скажем, поступить в УД, где требуются хорошие баллы по ЕГЭ, он, выполнив эти задания, он прежде всего обогатится тем необходимым для него там теоретическим и фактическим материалом, который позволит ему успешно написать, что наше дорогое мини-сочинение. Правильно? Значит, кроме того, дальше. Если они посмотрят здесь, знакомимся с законом, вот смотрите, да, то есть что? Поиск информации. Это задание, оно может быть действительно использовано здесь, вот я бы все-таки сказала, что оно подходит у нас для работы и действительно с думающим учеником, который ориентирован на действительно серьезную подготовку, и на наших, извините, я не говорю о том, что те, кто плохо, ну, наверное, не очень, да, получается, думающие, не думающие. Думающие в данном случае те, кто серьезно относится, наверное, так будет корректнее, да, к изучению курса, а другие думающие, это те, которые думают, что они хорошо сдадут, и поэтому не серьезно относятся к подготовке. Вот здесь можно всем поработать. Почему? Потому что вы все знаете, что у нас ученики, которые находятся на пределе, да, преодолении минимальной границы, они умеют находить информацию, которая в непосредственном виде содержится в тексте, но все-таки лишний раз с ними потренироваться, получить, это тоже действительно очень важно. То есть вот здесь совершенно такой, на мой взгляд, богатый материал, богатая основа для дифференцированного подхода к обучению, ну и, естественно, уже если мы говорим о систематизации и знаниях. Ну, дорогие коллеги, понятно, что наше пособие, безусловно, ориентируется на достижение, на достижение результата, да, прежде всего личностных. Вот мы взяли один из таких важнейших аспектов, как воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважению к отечеству, чувство гордости за свою родину. Вы знаете, коллеги, как это реализовать? Ну, во-первых, понятно, что это, наверное, вообще одна из задач нашего предмета в целом, да, но вот мы пытаемся как? Во-первых, ну, например, вот в разных рубриках. Понятно, вы видите, вот у нас здесь много рубрик, значит, с крепочкой, которая называется «Блокнот», да. Здесь мы рассказываем о наших каких-то гениальных русских соотечественных. Вот здесь рассказ о Ростроповиче, о его поступке в 91-м году. Здесь у нас в 17-м году мы рассказываем о людях, которые получили звание «Герой труда». То есть наши современники – люди, которые вносят вклад в развитие мощи нашей Родины. Вы знаете, мои исследования общества. Мы предлагаем изучать свой субъект Российской Федерации и другие субъекты Российской Федерации, там, соседние, например, да. Мы знакомимся с законом, вот, например, мы рассказываем о Знамени Победы. Мы рассказываем в «Блокноте» об истории. Это я просто, да, из разных учебников сделала фрагменты, что, понимаете, у нас во всех рубриках, так или иначе, там, где это возможно, более четко прописают, при том, что весь учебник у нас работает, да, на это, у нас четко идет установка в ряде рубрик навык формирования любви, уважения к своему отечеству, гордости за тех людей, которые, в общем-то, сделали возможным наше своё насуществование. Вы видите, мы здесь обо всём, здесь у нас есть интересные цитаты из коротко о главном, здесь как о Державине, об Ильине, очень интересно о России, как, вы знаете, вот здесь вот, ну, получилось немножко так, да, и высказывание, на мой взгляд, очень интересное о Теодоре Рузвельте, сказание Теодора Рузвельта, который писал о том, что он предвидит громадную будущность России, да, и о том, что это может стать самой могущественной, может быть, во всём мире державой России. То есть, понимаете, вот какие-то вещи, да, чтобы люди, наши дети слышали этот позитив. Кроме того, мы рассказываем о достижениях, вот тут у нас суперкомпьютеры Ломоносов, иллюстративный материал, это примеры из жизни многонационального народа, Российской Федерации, это картины, фотографии, иллюстрирующие праздники, традиции, парад в данном случае, например. То есть, это вот всё то, что работает, это есть в разных рубриках. Вот. Ну, здесь я тоже просто хотела показать, что вот у нас есть, например, просто параграф, который вот вместо нашей Родины среди современных государств, который просто работает, естественно, на вот тот личностный результат, о котором мы говорили. Да, здесь и геополитическое положение России, вклад в мировую культуру, Россия в международных отношениях, что, конечно, сейчас, наверное, не так легко, не так, как бы нам хотелось, но ничего, я думаю, что у нас всё обязательно получится. Так, и дальше смотрите, достижение метапредметных результатов. Ну, вот здесь я тоже просто показываю о том, что на примере такого результата, как систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать, интерпретировать информацию, содержащуюся в различных готовых информационных объектах, различных объектах. Вот мы видим эти объекты. То есть это могут быть схемы, которые работают как самостоятельный источник информации. Это может быть работа с документами, например, вот здесь у нас по Конституции. Здесь как раз то, о чем мы говорили, изучаем субъекты Российской Федерации. То есть мы смотрим какую-то информацию, дополнительные источники и по вопросам находим нужное. Дальше вот вы видите, у нас есть всевозможные схемы, диаграммы, которые составлены по актуальным опросам. И по ним даются задания. То есть, по сути дела, я бы хотела сказать, подчеркнуть, что самые разные рубрики, они работают на достижение этих результатов. Это и, безусловно, мои исследования общества. И здесь очень у нас много представлено, но понятно, что это и схемы всевозможные, это рисунки, диаграммы и так далее. Вот. Ну, как организовать подготовку к уроку? Здесь как раз вы видите, представлены, собственно говоря, поурочные тематические планирования, да, то есть там рассказано о самом проекте сферы, вы можете более подробно узнать. Рабочая программа, как я уже говорила, это рабочая программа наша, которая составлена на основе примерной основной образовательной программы для основной школы и для старшей школы. Вот. Вот. И методические различные рекомендации по учебникам. Ну, здесь вот учебным пособием. Значит, ну и, соответственно, да, мы для каждого урока прописываем тему, которая входит в раздел примерной программы, основное содержание по теме рассказываем, ну и описываем, какие могут быть достигнуты личностные результаты, метапредметные результаты и предметные результаты. То есть это то, что вот на сегодняшний день, чем мы располагаем. Вот. И, в принципе, да, вот. И, в принципе, да, уже хотела я сказать. Значит, дорогие коллеги, я, дорогие коллеги, я, значит, искренне благодарю вас за внимание. Вот. Надеюсь, я бы еще говорила и говорила, говорила и говорила. Я еще раз искренне вас благодарю. Вот. Надеюсь, что вы узнали что-то новое, интересное. Повторюсь еще раз, что если где-то я немножко была такая не совсем уверенная в себе, но это не так, потому что для меня действительно правда волнительный момент, знаете, когда ты пишешь-пишешь несколько лет, и вот ты все это держишь, эти пособия в своих руках, и ты понимаешь, какой за этим труд стоит. И прежде всего, конечно, труд не только наш, но и всего, скажем так, вот этого подразделения, которое отвечает за выпуск вот этих вот сфер. Потому что я знаю, что многие из вас и по истории пользуются, и вот по обществу знаний это был такой вот, ну, как нам кажется, ожидаемый продукт. И мы очень искренне надеемся. Я передаю вам слова благодарности и от Ольги Алексеевны Котовой, да, за то, что вот вы послушали, и, может быть, вам это действительно будет интересно. Я на это надеюсь. Теперь я отвечу на вопросы. Так, ну, я думаю, что Лариса Гурьянова спрашивает по обществу знаний заказ от школы идет на учебнике Багальбово. Как перейти на ваш учебник? Ну, дорогие коллеги, я думаю, что на этот вопрос, наверное, у нас ответит редакция, да, сфер, потому что это все-таки больше уже КОМК. Тем более, я на сегодняшний день еще раз подчеркну, что пока мы говорим о нашем пособии, как именно учебном пособии, вот этот вопрос, наверное, для издательства. Тема права одна выводить ее из программы «Трудность» очень рано. В седьмом акте все забудет. Ну, уважаемая Татьяна Алексеевна, я уже когда рассказывала, я говорила, что это действительно куда и как распределять право. Также, в принципе, это можно сказать про любую тему. Понимаете, мы дадим в седьмом классе экономики, а потом скажем, что к девятому классу он забудет. И вы будете говорить о том, что трудности при подготовке с вопросами экономики. То есть, понимаете, коллеги, я первая поддержу здесь Татьяну Алексеевну, что тема права – это одна из непростых тем, но я бы сказала, что тема экономики, тема политики тоже одна из непростых тем. И я просто объяснила, вот наше видение, наша концепция была такая. Шестой класс – это профидертика. Человек, что такое, кто такой человек, что такое общество, какое российское общество. И дальше мы идем, как человек в этом обществе живет. То есть, он же живет, этот человек, и по каким нормам, какие нормы регулирует его поведение. То есть, мы говорим о моральных нормах, о правовых нормах. Здесь именно вот в таком контексте. Поэтому вот еще раз хочу сказать, что мы, наверное, так же, как и вы, ждем, что нам подскажут это решение, да, скажут, вот создадут какой-то документ, где объяснят, вот где это будет, тогда мы будем им исследовать, как это будет продумано. Вот наша логика такая. То есть, мы отстаиваем свое уме и право, и мы говорим именно о том, что в седьмом классе мы хотим, чтобы это входило в право не как отдельное что-то рассматривалось, а как именно важнейшие нормы, которые регулирует жизнь человека. Вот. Будет ли ваш включен федеральный перечень? Ну, дорогие коллеги, Татьяна Алексеевна, вы знаете, это очень хороший вопрос. Мы тоже на сегодняшний день, я не могу дать на него ответ, именно поэтому я вам и говорила о том, что это как учебное пособие, как дополнительное, как одно, наверное, из самых таких позволяющих систематизировать материал при подготовке. То есть, я на сегодняшний день ответ... Нет, ну, Лариса Бухарова задала такой же вопрос. Мы понимаем, что пока несколько лет... Так, Татьяна Алексеевна, несколько лет говорят о новой концепции по предмету. Принята ли эта концепция и соответствуют для вашей учебники этой концепции? Значит, коллеги, ну, наверное, Татьяна Алексеевна, наверное, вы в курсе, да, что концепция, это как программный документ, она не принята. Это первое. Второе, что наши учебники, они не могут противоречить этой концепции по той простой причине, что, во-первых, ну, потому что в концепции там прописываются основные программные идеи. Да, вы знаете, что за, скажем так, особый жанр концепции, что это такое. Там наши задачи, наши цели, они полностью соответствуют и, безусловно, тем проектам, которые были. На сегодняшний момент она не принята, но вообще все, что происходит на обществоведческом поле, оно работает на главную задачу, главную цель социализации, то есть тем целям и задачам, которые ставили составители концепции, мы не только противоречим, мы действуем все, в общем-то, в одном Руси. Как сделать, чтобы школа серии учебников по заказу? Коллеги, я думаю, что Лилия Мутигулина, это вопрос, опять же, я думаю, что ответит на это непосредственные люди, которые видят к этому отношения. Я просто автор, и моя была задача рассказать о плюсах и минусах, да, вернее, о плюсах, о достоинствах. Ну, минус пока один, что это не учебник из федерального перечня, что пока только один этот минус, да, все остальное не казалось, что это плюсы. Так, когда в продажу по урочных методических... Это тоже, дорогие коллеги, это тоже вот вопрос к издательству. Когда ожидается поступление в продажу по урочных методических рекомендаций коллегии? Честно скажу, пока сама я на него ответить не могу. Я думаю, что я не буду просто отбирать, как говорится, вопросы, которые имеют отношение к моей компетенции. Я думаю, что нам коллеги скажут, потом напишут, да, наверное, я надеюсь. То они должны подойти, написать. Вот. Рим Аглемзиана. Большое спасибо вам. Извините, что, правда, мои ответы я не смогла на все ваши вопросы ответить, потому что вот я честно скажу, когда увидела книжки, я настолько немножко шалела в счастье, что я не спросила, когда это все выйдет в продажу. Прости, извините меня, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, я еще раз каждого из вас благодарю за участие. Желаю вам хорошего завершения учебного года. Тем, кому предстоит вместе с нашими учениками сдавать ОГЭГ, сдать его прекрасно, блестяще, чтобы каждый ваш ребенок обязательно реализовал свою мечту, да. Значит, и искренне желаю, чтобы наша встреча не была для вас таким проходящим моментом, чтобы вот наши пособия действительно нашли у вас от них. Самое главное.